А вот на снаряды, которые нашла Чехия, которые нашла президент Чехии, денег нужно было гораздо больше. Вы помните, на этом самом Мюнхенской конференции по безопасности радостной новостью огорошил нас Петр Павел. Петр Павел сказал, что он нашел для Украины 800 тысяч снарядов, в которых мы так нуждаемся. Нашел в третьих странах, скажем так, вне Европы и готов их закупить, если ему дадут деньги. То есть Чехия будет закупать, Петру Павлу сейчас это самое отстегивается, но не лично, понятное дело, а через бюджет. Вот приезжал Макрон вчера, отстегивал прямо на этот проект. И, как выяснилось сегодня, Чехия нашла почти все деньги, необходимые для реализации этого проекта. Об этом сообщил Блумберг. Позже на этой неделе состоится отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться детали, точные сроки будут зависеть от контрактов, обязательств, графика поставок и могут сместиться. Но снаряды могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель, поскольку почти все деньги уже собраны. Кто их дал эти деньги? Деньги дали, кроме Чехии, Германия, Франция, Польша, Канада, Нидерланды, Дания, Латвия, Литва. Спасибо вам. Спасибо вам, жители Германии, Франции, Польши, Канады, Нидерландов, Дании, Латвии, Литвы. Я уверен, что вы меня сейчас смотрите прямо вот в Берлине, в Париже, в Варшаве, в Оттаве. Это я забыл, как столица Канады называется. В Оттаве, в Амстердаме, в Копенгагене, в Риге и в Вильнюсе. Вы нас смотрите. Спасибо вам. Благодаря вам теперь у Украины появится 800 тысяч снарядов. Из них 500 тысяч это будут крупнокалиберные. Снаряды 155 миллиметров и еще 300 тысяч 122 миллиметра. Ну, чтобы вы понимали объем сделки, ну, грубо. Каждый снаряд до войны стоил 3000 евро, большой, крупнокалиберный. Сейчас, говорят, подорожал. Ну, в то же время подорожал процент на 20, то есть 3600. Но в то же время эти 122 миллиметра, они же подешевле, наверное. Поэтому, я думаю, ну, округленно 2,5 миллиарда долларов. 2,5 миллиарда долларов. Это дополнительно ко всем прошлым помощям и еще сейчас эти страны смогли собрать. И мы ждем эти снаряды с нетерпением на фронте. Ну, не мы, а те, кто на фронте ждут. А вот кое-что те, кто на фронте, получат благодаря вам, дорогие мои. Вчера стоило мне даже не объявлять сбор. Помните, я специально вчера сказал, я не объявляю сбор на ткань для пошива нестандартного размера формы. Большой для высоких людей, широких людей, здоровых людей. Вот, и так далее. И вот наши девушки из общественной организации, волонтерки, волонтерки, которые это фьюд. Они попросили собрать для них 100 тысяч гривен на ткань для этой формы. Я решил, что я не буду объявлять сбор на канале Штельман. И сделал это просто в телеграм-канале. В телеграм-канале Штельман с Киева. Я там дал номер банки. И у нас на канале ничего, как вы помните, не давал. Что вы думаете за сутки, которые прошли с тех пор? 187 тысяч гривен. 187 тысяч. То есть почти в два раза больше, чем просили девушки. Еще одни сутки действует банк. Поэтому, если вдруг вы хотите все еще, то на телеграм-канал Михаил Штельман с Киева. Ссылка внизу. Заходите. И там последний пост. Это как раз с этой банкой. Других способов задонатить сразу скажу нет. Мне писали многие люди. Вот пишут, человек, я пенсионер. Я могу только там из привата перевести. И, ну, в другой раз, значит, спасибо вам большое за то, что вы решили тоже помочь. Несмотря на то, что у вас там все ограничено в средствах. Не надо. Ну, для себя. Приберегите деньги. Если что, потом что-нибудь. Способ единственный. Вот сейчас, в этот раз, только через эту банку монобанка. Другого способа не предусмотрено. Вот. Было. Так что и без того, чтобы давать линк на канале Штельман, сумасшедшая сумма пошла туда. И вот благодарственные письма нам из этой организации. Вот следующее оттуда же послание из этих же девушек. Я уже и плакала, и руки затряслись. Эта девушка пишет, когда она увидела сумму, которую вы пожертвовали. Поймите, они хотели 100 тысяч гривен, они не верили, что можно забрать 100 тысяч. Когда за сутки увидели 187, то вот такое. Я уже и плакала, и руки затряслись. Вы не представляете, как нам сейчас. Мы уже артикулы тканей выписали. А одна наша девочка, которая больше года вязала носки, работает в оптике и видела вас с котиком. Я не знаю, где в оптике. Я в оптику котиков вроде не носил, хотя, может, и носил. Но спрашивает, почему вы молчали, я бы тоже попросила. Я не знаю, про что это. У меня самые лучшие люди, и мы теперь у вас в долгу. Рады будем видеть вас у нас. Спасибо сердечное. Вот видите, у вас в долгу. Не у меня, конечно, а у вас, дорогие зрители канала Шетельман. Поставьте лайк мне, я его передам этим девушкам. Ну и переходим все-таки к вот этой истории про вчерашний обстрел президента Украины. Российская ракета в Одессе взорвалась в 500 метрах от Зеленского. И премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Если кто-то смотрит меня в Афинах, в Пиреусе, в Волосе, в не знаю, где еще. Какие там еще городаты бывают. В Каппадокии. То обязательно исправьте, если я неправильно высказал ударение. Я говорю Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции. Вот они вместе с Зеленским путешествовали по Одессе, причем по Одесскому порту. И в этот момент Россия ударила баллистическими ракетами. Кстати, возможно, северокорейскими. Тут точно неизвестно. Вот если бы реально убили, не дай бог, премьер-министра Греции, северокорейской ракетой. Греция нанесла бы удар по Северной Корее или нет, как вы думаете? Не знаю, вопрос для меня. По словам источника СНН, сопровождение, которое перевозило лидеров, почувствовало на себе последствия удара, и группа увидела грибовидное облако дыма. Вот такие вот там были дела. Зеленский часто пишет, говорит, СНН совершает рискованные поездки на линию фронта и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией. Вот интересно, после этого решаться, сейчас к нам продолжать ездить мировые лидеры, после того, как премьер-министра Греции россияне решили убить. Ну, то есть, ради того, чтобы убить нашего президента, они решили, ну, подумаешь еще о премьер-министра Греции. Изменит ли это какое-то решительное, столь, отношение Европы к этой ситуации, мне вот непонятно. Ну, вы поняли, кстати, наше командование, наши силы безопасности сказали, что это не было прямым покушением на Зеленского, что какая-то там была другая цель, какие-то зерновые терминалы, похоже. Ну, это я уже не знаю, это то, что сказали нам. Но, вот, например, Шарли Мишеля возмутил российский удар по Одессе, когда там были Зеленский и Мацатакис. Он прямо так и сказал. Он сказал, сейчас скажу, что он сказал. Это является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины. Это достойно осуждения. Осуждение достойно это. Попытка убить президента легитимного, это достойно осуждения. И это даже низко, низко, то есть не высоко, а это низко. И ниже, чем Кремль поступает обычно, сказал Шарль Мишель. Не, ну это убедительно, прям слова не мальчика, но мужа, правда? Сильное заявление, сильный политик, сильное заявление. Это было низко то, что вы делаете, товарищ Путин. Низко. У меня встречный вопрос возникает. Путин вчера был в Сочи. Сегодня он в Краснодаре. Я как бы ни на что не навекаю. В Сочи, Краснодар. Вот если бы мы, ну, по зерновому терминалу там, в Сочи. И случайно. У нас бы одобрялся или нет? Шарль Мишель и все остальные. Ну, это же как бы, ну, или не, интересно мне. Не знаю. В результате российского удара по Одессе погибли пять человек. Причем об этом сообщил, по-моему, сам президент даже вчера. Войдутся следственные действия, бла-бла-бла-бла. Ну, подозреваю сильно. Тут я не знаю, конечно, правды, но что это как-то связано. То есть, что кто-то из кортежа или что-то такое. Из тех, кто охранял периметр, что ли. Всех этих событий. Потому что мы не знаем и не совсем все понятно, что откуда эти пять жертв наших взялись. Ну, что есть, то есть. Ладно. Вслед за тем практически подвигом, который совершил президент Чехии, найдя вот эти снаряды и найдя способ собрать на них деньги, у нас еще один появляется скромный герой. Это Кэмерон. Джеймс Кэмерон. Джеймс? Нет, не Джеймс. Джеймс Кэмерон, он нам вообще не герой. Он просто снял Титаник. А появился Дэвид Кэмерон. Кстати, а что Джеймс Кэмерон не едет? Кстати, Джеймс Кэмерон сейчас в Украине самое место. Вместо этого все время приезжает Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании. Он же бывший премьер-министр. А время-то приезжать уже Джеймсу Кэмерон. У нас под водой такие тут дела. Подводный мир можно снимать. Тут столько Титаников, штук 25 Титаников разного размера. Любого. Хочешь, только снимай. Причем, заметьте, на каждом из Титаников, что на этом Сергей Якотове, что на этом Цезарь Кунникова, любовных сцен просто миллион каждый день, я уверен, происходит. Ну, вы поняли. Российская же армия-то национальная трагедия России практически. Это любовная сцена на кораблях. Да. Но пока есть у нас Дэвид Кэмерон, и он оказывает нам реальную помощь. И Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, сделал новое заявление. Сейчас я вам зачитаю. Не падайте со стула, те, кто разбирается в экономике. Значит, Великобритания готова передать Киеву все, все замороженные активы Российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации. Я продолжу сначала само заявление, потом поясню. Вы пока сосредоточьтесь и просто подписывайтесь на канал Штурман, ставьте лайки, а я зачитываю. Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации. Итак, значит, вернуть кому? Вернуть россиянам. Все нормально. Вот есть сумма денег. Сколько? Сейчас я вам скажу примерно. И где-то здесь было. В Великобритании по неофициальным данным, тут официально нет, мы знаем, сколько всего заморожено активов Центробанка России по 300 миллиардов долларов, но мы не знаем раскладку, сколько в какой стране, сколько в какой юрисдикции находится. Вот неофициально, ну банковская тайна все-таки, неофициально 25 миллиардов фунтов, то есть 32 миллиарда долларов, 32 хранятся в Великобритании. Напомню, что то, что мы сейчас пытаемся получить от США, пакет помощи, в нем он 60, из них военная 44 или 47, а тут есть 32 готовых миллиарда долларов. Ну так-то, соизмеримо с американским потенциальным пакетом, из-за которого мы Авдеевку отдали. 32 миллиарда долларов лежат в Великобритании. Они арестованы. И что говорит Джеймс Кэмерон, что он, ну не он, британское правительство разработало механизм следующий, что они нам дадут эти 32 миллиарда, все в полном объеме, а мы подпишем бумагу, что, ну даже как бумага, они выпустят облигации, если не пустите, путать вас не буду. По сути, мы подпишемся к бумагу о том, что когда мы получим репарации от России, мы из этих репараций 32 миллиарда дадим Великобритании. И получится как? В Великобритании, у нее лежат 32 российских миллиарда. Она берет свои 32 миллиарда, выдает нам. Те 32 остаются у нее как залог. Да? Мы, в свою очередь, за эти 32 миллиарда остаемся должны Великобритании, но только когда получим репарацию от России. И когда репарация, репарация Россия выплатит 32, она же как бы обратно, то есть эти же 32 миллиарда перейдут уже обратно в российский Центробанк. То есть деньги так по кругу, шух, и все. Получается, сейчас Россия должна заплатить прямо сейчас за все будущие наши снаряды, пушки, танки, все, что мы сейчас будем покупать. Мы можем покупать это у Америки, это оружие, которое нам собирались давать бесплатно, мы можем его купить, но за деньги россиян, которые Россия потом просто оплатит это оружие. Но это удобно, брать в кредит. Брать в кредит под будущие выплаты от России, это очень удобная история. Мы сейчас берем в кредит на то, чтобы сейчас уничтожать россиян, а потом россияне от нас заплатят, кто живой из них останется. Вот понимаете, мы берем на то, чтобы уничтожить 500 тысяч россиян, тех, кто на оккупированных территориях, 250 тысяч мы уничтожим, а остальные 250 потом поработают и расплатятся за то, чем мы убивали эти 250, которых мы убили. Ну, хорошая, мне кажется, хорошая вполне рабочая схема. Спасибо, на самом деле, конечно, спасибо Великобритании. Вот весь Евросоюз, например, он сейчас рассматривает вопрос не о том, чтобы выдать нам в Евросоюзе гораздо больше денег, там 100 миллиардов или сколько-то, мы не знаем. Но они готовы нам выдать только прибыль от этих активов. Лежат российские активы, приносят проценты, дивиденды и так далее. За год это 4 миллиарда долларов. Они готовы нам эти 4 миллиарда долларов отдать. Ну, как готовы? Рассматривают вопрос. А Великобритания готова отдать все. По-моему, это вау-эффект от выхода Великобритании из Евросоюза, как вы понимаете. Будь Британия в Евросоюзе, она бы прямо сейчас другими бы делами занималась. Была бы в одном пакете, шла бы с Европой. А так, вот такая у нас хорошая появилась надежда. На неожиданную страну я сейчас нас отправлю снова в Чехию, мы вернемся, точнее, в Словакию. Еще один конфликт разгорается. Еще один, мало нам франко-прусской войны. Теперь еще конфликт между Чехией и Словакией. Значит, что произошло? Премьер-министр Чехии Петер Фиала объявил, что чешско-словацкие межпроизводственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы, так как Чехия не считает их целесообразными из-за значительных разногласий. Чехия и новое правительство Словакии, это тот самый Фицо, честь семьи Фицо, имеют разногласия во внешнеполитических вопросах, в частности, относительно войны в Украине. К примеру, на вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась с разгула украинских неонацистов. И вот после этого заявления Фицо чехи сказали, мы со Словакой больше ничего иметь не будем. Чехов не любил Словаков, как известно из русской культуры. Вот такое происходит. Сообщит Фицо в ответ говорит, мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить под угрозу наши отношения, только потому что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как Словакии открыто выступают за мир. Вот, понимаете, куда это я клоню? Чехии и Словакии были одной страной. Все были уверены, что это один народ, кроме, видимо, самих Чехов и Словакий. Никогда мы не слышали, чтобы Чехи и Словакии вроде как воевали между собой, но это мы со стороны. Мы, люди для которых, так сказать, мы-то великий советский народ, а там какие-то Чехословакии. Чехословакии, Чехословакии. И вдруг, ни с того ни с сего, как нам тогда казалось, Чехии и Словакии разводятся. Как-то говорили, мир, развелись. То есть, они разделились. Сначала была Чехословацкая республика, потом она стала называться Чешская, черточка, Словацкая республика, а потом, году, по-моему, в 96-ом или 7-ом, с 1 января, они сказали, мы теперь две разные страны. И все, и мы уже привыкли. Сейчас кто помоложе, кто родился там последние 30 лет, уже и не помнит, что это была одна страна. Типа, как это Чехия, это Словакия. А ведь была одна. А оказывается, это разные два народа, понимаете? Как русские и украинцы прям. Чувствуете? Чувствуете? И у меня тревога возникла. В том смысле, что, ну хорошо, сейчас они вот это, на саммит друг к другу не поехали. А не заведет ли их это все к... А? Ну вы поняли. Есть у меня такие опасения? А как им не быть? Мы тоже когда-то расстались с Россией, в общем-то, мирно, да? И даже раздел Черноморского флота был таким, отчасти юмором, все шутили про раздел Черноморского флота. Какие-то комедии снимали про раздел Черноморского флота. А оказалось, все по-настоящему. Все гораздо хуже, чем мы думали. И вот не начнется ретан. А это две страны НАТО, и что между ними будет? Пока я вам пиарил мозги про Чехию и Словакию, случилась великолепная новость. Она случилась прямо сейчас, в момент, когда я записываю это видео. Нет, я не про 378 тысяч подписчиков, и по-прежнему 377 тысяч. Сейчас вам покажу. Ничего не меняется, тут все стоит как вкопанный. Стоит, стоят, и стоять будет. Как у Милонова с его подарком на 8 марта. Цветок стоял, стоит и стоять будет. Но нет. Только что мне сообщили, что Швеция официально вступила в НАТО. Поздравляю. Теперь наш с вами номер будет 33-й. Будем кричать, 33-й просит гол, как когда-то встречались. Кричали на стадионе имени Сергея Мироновича Кирова. Швеция вступила в НАТО, с чем я всех и поздравляю. Только что это прям произошло. Наш выпуск подходит к концу. У нас осталось буквально две короткие историки, совсем маленькие, хотя и не совсем одна из них. Кстати, начну с НАТО, а потом уже короткую, серьезную. завершать буду сегодня серьезным месседжем. Про НАТО начну, кстати. Ну, раз Швеция вступила, надо это продолжить вечериночку. Мария Захарова заявила, что ядерное оружие в Северной Европе, это она намекала как раз-таки на Фрагменте и Швеции, станет законной целью при конфликте с НАТО. О как. Еще одна. У них целей что-то количество растет. Во-первых, мне комментатор, который Евроденс, его зовут, здравствуйте, Евроденс, вы написали вчера, я вынужден зачитать, я так не шучу обычно про официальных лиц из России, ну, про Захарова он пошутил. Захарова, видимо, будет забрасывать НАТО пустыми бутылками, сказал Евроденс. Ну да, смешно мне показалось такое, забавная, по крайней мере, шутка. А если серьезно, то количество целей что-то у России прямо растет и растет. Как-то постепенно весь мир становится российской целью. Все мы цель России. И вообще, в мире больше ничего не останется, кроме российских целей. И луна цель России, как мы помним, и Марс, и Солнце, и все страны мира, и вот теперь еще ядерное оружие в Северной Европе. Ну, конечно, он там будет, а как вы думали, что там не будет, что ли? А кто будет, чем наносить удар по Москве? По Москве удобнее всего с севера стрелять. У вас там ПВО нет, на юге-то вы одна за север. Ну, и теперь уже окончательно последняя новость. Это про ГАЗ, как вы будете смеяться сейчас. Впервые в истории независимой Украины в этом году Украина не покупала газ на зиму. Вообще. Впервые в истории существования независимой Украины. Впервые справились с собственной добычей. И хорошо это или плохо? Вот вопрос, да? В каком смысле? Тут некоторые говорят, что это плохо. Почему? Потому что Украина, конечно, снизила потребление газа. Всего потреблено за видимо за год. Ну, видимо за год, простите. Не подготовился. Думаю, за год. Ну, там 19.8 миллиарда кубометров. В прошлом году столько же было, кстати. Тоже 19.8. А вот до войны было 28.7. То есть потребление на треть упало в Украине за время войны. Ну, логично. Потому что, поверьте, что этот мариупольский ну, там Азовсталь или Ильича и Коксахим, кстати, Авдеевский потребляли много, а теперь ничего не потребляют никакого газа больше. Как вы догадываетесь. Вот это все были потребители газа. И Украина, конечно, снизила потребление. Но своей добычей, но добычу-то не снизила. Добыча-то успешно идет. И теперь получается, что своей добычи хватает полностью. И вот тут я могу только гордиться этой историей, потому что я помню, как когда-то давно, по поручению не скажу уже, кого. А было это 15 лет назад. Ну, да, примерно. Я исследовал рынок газа Украины, исследовал взаимоотношения Украина-Газпром. Был 2009. А я ничего в этом не разбирался до. Я прям полез смотреть цифры. И вдруг я посмотрел цифры того потенциала, который есть у Украины. То есть, что здесь можно начать добывать. Изучил месторождения всякие. И я посчитал, я написал планчик такой, ну, такой он теоретически был пока, без технологических деталей, естественно. что за 5-7-8 лет можно перейти на собственный газ. Я тогда с ужасом узнал, это было для меня шок вообще-то, что оказывается 40% всего, что Газпром экспортирует, он экспортирует в Украину. То есть, для него Украина была ключевым рынком. Это они хвастались, что там они-то продают в Европу, а Украина так, чуть-чуть подворовывает. Да нет. Большую часть денег, они почти все денег, половину денег, они получали с Украины конкретно. Почему половину? Потому что белорусы платили меньше, которые тоже там все на русском газе и так далее. денег Газпрома приносила Украина. Поэтому теперь Газпром стоит шифт с маслом, потому что Украина газ свой. И вы знаете, это достижение с нами останется после войны. Уже никогда Украина, скорее всего, не будет покупать газ. Это очень круто. Так что, как видите, и в военное время, и в этих мирных отраслях мы тоже делаем большие успехи. Вот так, вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!